Оно двигается! Еб, она полного! Мне кажется, Ангелина сейчас подофигеет. У нас машина будет выше, чем жир. Ох ты! Краска слазила просто шубой. Остановить такие машины, это прям по кайфу. Теперь у нас проблема с потолком. Она такая мягкая. Везде, где побывала рука человека, там везде были сюрпризы. Девять месяцев мы этого ждали. Можно открывать вот эти врата, а за ними скрывается Е38. Дорогие мои, добро пожаловать в новую серию восстановления бумера. Продолжаем самую полюбившуюся вам хронику. Конечно, после истории с дедушкой Вовой. Ну, не верите. И это будут самые насыщенные 40 минут. Нет, это будут не 40, это будут полтора часа, вот как мы обычно это делаем. Вы увидите, как мы боролись с остатками колхозника от предыдущих собственников. Какую кожу-рожу мы выбрали для салона Е38. Как мы чуть не обосрались этим салоном для Е38. Почему сдача машины затянулась еще на два месяца. Вы что, попутали что ли? А в конце вас ждет нереальное зрелище с оркестром. И я не шучу. Ну, а как иначе принимать машину, которую ждал 9 месяцев правильно, только по-королевски? Как с выписки ребенка. Короче, ребят, в этой серии мы забираем Е38 и показываем ее вам в ее финальном виде. Охренеть просто! Досматривайте до конца, чтобы узнать, куда ушли миллионные бюджеты. Но не с налогов. Что ты жути нагоняешь? Забыла самое главное. В этой серии вы узнаете, как забрать эту машину себе. И победитель будет не один, а их будет 9. Да, вы не ослышались. Ладно, все-все-все. Приступаем к сюжету, берем родных, смотрим внимательно и получаем максимальное удовольствие. Ланч старт! В очередной раз запускаем двигатель. Офигеть, сзади какой туман. Господа, получил информацию от Жени, что они наконец-то собрали машину. Поэтому не теряем времени и едем смотреть, что там получилось. Здорово, Жень. Хотели еще не на ней выехать, но, к сожалению, потек антифриз. Меняем жидкости автомобиля. Масло коробки передач, фильтр коробки передач. Сейчас будем менять масло двигателя, антифриз, масло ГУРа, все фильтры. Масло, видишь, это отработка отсюда, сливали. То, что эмульсия, видишь, как он свет, как ржавое. Из старого мотора? Из старого мотора, да. Это, типа, вообще новье, да, диск? Да, диски новые, колодки новые. Я таких дисков вообще не видел никогда. Вы, короче, собрали, запустили, и что произошло? Мы собрали, запустили, с печки потек антифриз. А печку же, получается, меняли? Печку меняли, но течет именно с трубки. Скорее всего, была прохудившаяся трубка. Вот, видишь, что это антифриз? Да, да. Вот это вот капало оттуда. Блин, так странно сейчас отсматривать материал на монтаже и осознавать, что сравнительно недавно, по меркам долгостроя, бумер одиноко стоял без морды, а мы грызли ногти на руках от потихоньку сдающих нервов, задаваясь только одним вопросом, запустится сердце или не запустится спустя почти 15 лет простое. А тут прямо в моменте, пока мы записываем эти комментарии, я смотрю на полностью собранный бумер, отполированный такой красивенький, просто какая-то диверсия. Вот не могу принять тот факт, что когда-то его местом прописки был сервис с подъемником. Тут не верится, хоть убить. Я думал, мы сегодня уже выезжаем. Мы тоже думали. Мы вообще думали, что вчера выезжаем, но когда начали, как обычно, ковыряться с тем колхозом, который здесь был, мы были удивлены, потому что было немножко неприятно делать повторные работы, которые не хотелось бы. Делать заново. Сейчас масло включим, чтобы стекло. Это промывочное масло. Специально моем мотор. Так как он стоял очень долго, масло мы слили, оно было очень густое. С учетом того, что мы 4 литра туда добавляли свежего масла. Восстановили все колхозные трубки, гидравлики. Пришлось ездить к ребятам в баварский гараж, покупать трубки на радиатор охлаждения КПП. Собрали новую магистраль, потому что здесь был колхоз, куски трубок со шлангами. Весь глушитель полностью тракт сварили. То есть из глушителя лонг мы сделали глушитель стандарты. А это слонговый? Это глушитель слонга. Но взяли мы его, опять же, из-за того, что у него состояние, ты видишь, да? Все отмыто, очищено, как будто новое. Сделали все одним сварным швом. Глушитель, как в заводской BMW, идет полный тракт, не раздельный, не ставленный хомуты, ничего. То есть вот как он с завода идет, отсюда и до конца. Сейчас я масло залью, заведем, мотор работает исключительно. Выхлопа даже не слышно, мотор работает прям шепчет. Звук с выхлопной системой. А вот для сравнения звук без выхлопной системы. Звук, как у породиста BMW, его даже не слышно. Мотор работает вообще, ну, пока изумительно. Надо прокатиться. Это работает мотор после запуска, который стоял очень много лет. То есть только небольшая вибрация на воде. Вот когда она к нам приехала, ее мотор всегда работал. То есть сидишь в салоне и тряска была, да. Здесь этот работает вообще прям просто. А сейчас я предлагаю вам насладиться баварским идеальным, антиколхозным, навехоньким натюрмортом. Обкашляем новиночки, так сказать. Итак, погнали. Задний редуктор, кардан, все тяги, ступицы привода, датчики ABS, стабилизаторы с тягами. Бархатными. Амортизаторные стойки от М-ки. Подрамник, тросы ручника и механизмы. Тормозные диски. Тормозные колодки. Поворотные кулаки. Подрамник еще раз. Глушитель. Заменили полностью, между прочим, все трубки тормозные. Восстановили всю проводку. И фишки понизу заменили трубки АКП. Короче, нормальный натюрмор такой собрался. Посмотри, как он аж крутится. Не, вообще чистый секс. Работает идеально, вообще тихо. Вообще прям. Когда будет стоять крылья, капот, все это будет закрытое, даже не будет слышно практически, как работает машина. Сто процентов. Двигатель в офигенном состоянии, я считаю, что прям просто супер. Ну что, прошло еще несколько дней, автомобиль уже на колесах. Да, прокачали все жидкости, убрали все течи. Сейчас попробуем съехать с места. Правильно я понимаю, что если не считать салон, то по технической части все особо. Кроме электрики. По электрике сейчас надо будет разбираться, искать, где проблемы. Горит аккумулятор. Ну, соответственно, надо разбираться с АБСом. Датчики все проверять полностью. Кое-какую проводку надо переделать, потому что старая, порванная, окисленная и так далее. А на колеса вы ее сегодня поставили или вчера? Сегодня. Выглядит же крайне забавно. Без стекла. Да поедет, куда она денется. Он еще как бы вверх-вниз болтается. Но он не прикручен просто у нас еще. Опа, опа. Вообще без проблем. Обалдеть. У-ху. Она едет. Бернаут. Не могла не вставить эти пять копеек. Как будто бы сейчас Е38 готовится ко второй части Мэд Макса, либо же ее нелегкая занесла на разборку района Чертаново-Южное в ночное время суток. Где беспредел? Так та машина не могла делать, а это может. Для первого драйва, мне кажется, это восторг. Оно все работает. У нас даже следы есть, где она у нас шлифовала. Можно было в дым, конечно, запустить резину. Ну, я думаю, не нужно. Подождать. Сколько времени остается? Ну, получается, у нас остается еще две недели. И какие этапы? Тимур сейчас занимается кузовом. Я занимаюсь мотором электрики. Устраняем все недочеты, которые сейчас вылазят, скажем так. Ну, и по итогу этих двух недель что должно получиться? Полностью готовая машина, собранная. А собрана она будет с салоном или она в таком виде поедет дальше? Надеюсь, что с салоном. И салон, я так думаю, то что, может быть, даже завтра. Созвонимся и отправим в БГТ. Салон собрать не проблема. Проблема, чтобы вся электрика в салоне заработала. А тем временем салон от Семерки приехал в БГТ. И сейчас мы с вами пойдем и посмотрим, что именно с ним происходит и как его реставрировать. Илья занимался разборкой сидушек. И сейчас некогда Хаммон находится вот в таком состоянии. Расскажи, как вообще, в каком состоянии сидение и трудно ли было его оголить? Сидение, значит, не в очень плачевном состоянии. Латекс, как мы видим, еще может походить. Конечно, мы его с панбондом чуть-чуть укрепим. Усилим. В некоторых местах были нарушены крепления струн. Будем также их усиливать. И пластик по сторонам тоже требует как бы вмешательства. Но для сидухи, который 20 с лишним лет, это окей или нет? Хорошо. Есть ли какие-то элементы у сидений, которые требуют ремонта? Допустим, проверяли ли вы по электрике и работает она, нет? В механическом плане, в принципе, все как бы способно работает. А вот с пластиком, да, единственная это беда у него. Расскажи, какие следующие этапы? То есть на данный момент, получается, полностью сняли всю вот эту алькантару, которым она была обшита. Что будет происходить дальше по этапам? Будем менять центра. Перешиваются полностью. Усиливаем латексную часть на всякий случай, чтобы еще походило лет 20. Восстанавливаем пластик. Ну, а дальше смотрим, может, какие-то технические проблемы. У нас тут Елена Николаевна, она заведует всем цехом по пошиву. Расскажите, пожалуйста, соответственно, в каком состоянии приехали сидения и что можете сказать по поводу вот этих материалов, насколько они нормальны? Это действительно хороший материал. Это алькантара, которую все знают. Материал хороший. То есть в целом сделано было неплохо? Нет, сшито было плохо, потому что это уже перешивали. Посмотрите, вот все, вот видите, какое все. То есть не поклеенное. А вот это следы клея, да? Это то, что на латекса было приклеено. И когда оторвали, сам, да, это то, что оставалось. Ну, то есть видите, но изданка очень некрасивая. Ну, то есть, ну, в принципе, не очень пошит. А какой материал будет использоваться сейчас? Тоже алькантара. Тоже алькантара? Да. Почему алькантара? Андрей Викторович так сказал? Да. То есть мы меняем алькантар на алькантар. Серьезно? Серьезно. А что не так? Это надо уточнить, потому что мы же, типа, делаем, как было с завода. С завода, по-моему, алькантара не было. Или бы я ошибаюсь. Сейчас у многих должен был немножечко пригореть пукан. И я вас прекрасно понимаю. У меня тоже был вопрос. Какая нахрен алькантара в Е38-стоке? Чтобы вы не сердились на меня, не думали, что мы не провентилировали вопросик с комплектациями Е38 перед тем, как углубляться в дебри реставрации, мы провентилировали. И, оказывается, были салоны как с алькантарой в сердцевине, так и без нее. Но так как мы делаем нашу Е38 один в один по канону из фильма «Легенды», короче, смотрите до конца и не ерзайте. Мы делаем все по красоте. Если мы будем перешивать, центра менять на кожу, тогда на перешивать надо будет весь салон. А вот это что за кожа? Это она остается или нет? А, то есть мы не целиком даже, получается, ее обновляем. Да, мы перешиваем только центра, то есть вот эту грязь, а вот это все остается. Отлично, у нас новые вводные данные. Идем узнавать, что же там происходит. Попрошу заметить, насколько корреспондент Николай искусно справляется со своей ролью ведущего. Я считаю, что он заслуживает жирного пальца вверх. Что с проводкой? Был, видать, раньше здесь удар, она внутри битая. Хорошо случайно нашел, а то так бы случилось так. Собрали бы машину, а потом бы пришлось все разбирать задом. Вот это место, где был удар. Видишь, поврежденные провода, они начинают разрушаться. Вот видишь, воздух попадает в кабель и медь начинает укисляться. До поры до времени работает, а потом просто-напросто перестает. Вот с него все и началось, то есть его я и нашел. Когда потянул, он просто вылез у меня, остался в руках. Все красиво, а внутри, ну, соответственно, мука. Также здесь же, в принципе, у нас все собрано. Мотор собран, ошибки уже почитали. Ошибок нет, все дует, все работает. Мотор работает идеально. Осталось разобраться здесь с АБС-ом у нас, ну и, соответственно, салон управления. Скажи вот объем работы по восстановлению проводки, какой был проведен. Ну, покажи просто зоны, где где-то работает. Да зону как? Ну, вот эта зона, здесь зона. Здесь зона. Везде, где побывала рука человека, там везде были сюрпризы и по проводке, и по всему. То есть скрутки, которые окислены были и так далее. Фишки все поломаны, но большая часть. Следующий этап – покраска. Да, сейчас будем грунтовать, красить. Ну, сейчас пока занимаемся навесными деталями. Тимур сейчас доготавливает двери, крышку багажника, там крылья. Потому что все на самом деле визуально более-менее ровное, но когда под шлифовку, все детали кривы. Добиваем кузов и тут же она поедет. Ну, загрунтуется, вышкурится и в покраску. Будет сюрприз уже дальше с установкой салона. Все блоки, мы будем понимать, что опять работает, что не работает. Дай бог, чтобы у нас не получилась такая же офигенная история, как у Хенрика Фискера с его революционным автомобилем-гибридом Фискер Карма. Он столько лет строил этот автомобиль. Все селебрити Голливуда ждали вылупления этого чуда, просто молились на него. И эта машина должна была быть чем-то между Мазерати и Теслой. Но он настолько затянулся сроками. Потом выпустил какой-то лютый зашквар с привкусом бомбы замедленного действия. Почему бомбы? Потому что очень много машин погорело от коротких замыканий. И все просто мигом в моменте разочаровались в нем. А потом он еще и банкротом себя объявил. Да нет, ну ладно, на самом деле у нас такой истории не будет. Мы же не гибрид строим и фамилия у меня другая. Но что-то вот схожее есть. Наверное, по срокам мы горим, да, сильно. Готовим машину под грунт. Начало финишной прямой по покраске кузова. Столкнулись с большими проблемами с тем, что она была крашена очень плохо от слова, очень плохо. Краска слазила просто шуткой. Когда начали вышкуривать, убирать, начала задираться. И потом после этого просто тупо шпателем снимали слой краски последний. Сейчас мы дошкурим, обклеим, загрунтуем. Потом подготовим под покрас и будем перекатывать в камеру, уже красить в ее родной цвет, который у нее был. Вот детали загрунтованные. Это уже подготовленные все ровные детали. Крышка багажника, капот, бампер передний. Задний бампер у нас в хорошем состоянии. Там у нас стоят двери. А двери тоже уже готовые, да? Да, все готово, все уже выровненное. Потому что детали все были после того, как прошлись шлифком. Мы поняли, что детали кривые практически все. Более-менее нормальная была на ней только крыша. Насколько легче после того, как машина встала на колеса и ее стало возможно перекатывать? Ох, упал огромный камень с души, потому что процентов 60-70 работы уже проведено. Днище у нас уже целое в идеальном состоянии. Мотор у нас стоит, машина работает, заводится, ездит. Ни стука, ничего нет. Все. Сейчас, в данный момент, она прекрасна. Очень было тяжело то, что она висела на подъемнике. Многие работы были проведены там по несколько раз, потому что поставили одно, не работает что-то другое. Потому что приходилось там снимать, опять переделывать, заново собирать. В итоге сейчас, слава богу, нигде ничего не течет. Все работает, не гудит, не свистит, не стучит. Люк, кстати, мы заменили. Купили новый люк. Теперь люк работает идеально. Что сейчас? Открасим, начнем потихонечку сборку. Давай подведем такую промежуточную черту. Сколько прошло времени с момента, как машина появилась у тебя? И расскажи, как у тебя были первые впечатления? С того момента, когда она появилась у меня в октябре, в начале, по-моему. Сказали, машина огонь, едет очень хорошо. Не буду говорить, кто мне это говорил. Человек посмотрит, улыбнется. Я после этого на ней доехал на обед. После того, как съездил на обед, я решил, что я на ней никуда не поеду. Ездить на ней страшно. Потому что, во-первых, она ехала абсолютно неровно, ее бросала. Вся гремела. Но двигатель по факту не ехал вообще. Он не выдавал той мощности, которой она должна была быть. Ну а после этого, что, начали делать. Мне казалось, что машина более-менее живая. До тех пор, пока мы ее полностью не разобрали. Когда мы полностью разобрали и начали пескоструить днище, я понял. Живых BMW нет. Когда мы ее восстановим, сделаем. Прямо специально протянем ленточку. Будем делать разрезание ленты. То, что она выехала на свет в новом обличье. И без всяких болячек, проблем и всего остального. Наконец-то вот приехали к нам диски восстановленные. Которые сделаны под оригинал, в оригинальном цвете. Настал тот момент, когда машина сейчас поедет по красочную камеру. Где мы будем, наконец-то, открашивать вначале кузов. Потом все остальное навесное. И продолжать дальше. То есть, скажем так, уже виден свет в конце тоннеля. Машина сегодня выйдет первый раз за три с небольшим месяц из цеха. Но зато выйдет уже на нормальном моторе. На нормальной подвеске, без всяких проблем. Жалко снег. А то можно было дрифтануть. Ох ты! Один из самых ответственных моментов покраска автомобиля. От этой процедуры зависит, пожалуй, вся привлекательность оптов в будущем. Любой подтек непростительным все должно быть идеально прокрашено, как с баварского завода. Цена ошибки слишком высока. Поэтому Женя и Тимур герметично закрывают салон и аккуратненько приступают к работе. Сейчас посмотрим салон от нашей Е38. Вы только гляньте на нее. Явилась, не запылилась. Ладно, маленькая сноска, где меня носило пол-видео. В этот момент мы снимали совместный проект с Димой в Дубае. И весь контроль съемок и процессов велся дистанционно. Собственно, поэтому я появилась только сейчас. В этой жизни пока сам не возьмешься, никто тебе подарков не сделает. И причем здесь в салон нет одной машины, а сразу от трех. А самое главное, Серега. 30 тысяч пробега у этого автомобиля. Салон практически идеальный, сохранился для своих лет. Так, ну сейчас мы проведем ревизию, смотрим. О, вот торпеда. Здесь очень много посторонних шумов, но это нормально, это же производство, поэтому... Мы перетянем стойки, они светлого цвета, несколько машин здесь присутствуют. Поэтому хорошие детали, которые целые, не поломаны, с временами, с крепежами, мы взяли с другой машины. То есть самая главная задача у нас выполнена. У нас все крепежи, все, как бы, заклепки, они в цельном виде. Все штатные. Все штатные. И плюс мы еще с кузова вырезали, не будет ни одной BMW такого класса, как у нас. Мы с лонгового BMW вырезали задние сидения, теперь они будут регулироваться. Вот это еще. То есть это еще как доп, получается. То есть у нас машина будет выше, чем жир, вы понимаете? Есть вся проводка. Вырезал все крепежи оттуда. Мы туда все установим, это будет единственное в своем роде. Коротыш с такими сидениями. А еще плюс сидения, вот передние. Да, вот здесь есть со временем, конечно, кто-то джинсами садился и все это сарапал. Но нету таких вот трещин прям глубоких. Мы их будем как-то реставрировать? Скорее всего, да, частично мы перешнем бока кожи. Здесь вот кожа, это уже не отремонтировать, это только перетянуть. А еще мне нравится, что я прямо оделась в цвет салона. Прям кожа на коже, как вам? Там даже аптечку, я даже не знаю, что там внутри, но мне кажется, все сохранилось в течение 20 лет. А давай откроем? Давай. Вот это аптечка, которой 20 лет. Она вот со вкусом еще 90-х. Блин, офигеть состояние. Ой. Офигеть. Это сток, да. БМВ. Вербан Тасче. Это такая реклитвия, это прям что-то музей-чек. Тут даже есть инструктаж, как оживить человек. Блин, это так круто. Это прям вау. Бинтики все вот на месте. Даже пластырь, ты прикинь. Даже пластырь. Вау. Блин, Сережа, просто дай тебе руку пожму. Ты молодец большой. Ты ухватил. Я максимально сохранял год. Молодец. Я ценю это. И мы ее специально положим там, где ей место, по-моему, в багажнике, да, она лежит? Я, конечно, кое-что утоил для себя. Я когда открывал там бардачок, я думал, деньги. Ну, там были монеты. Там была бумажка приклеена, там кто-то кофе, видно, пролил давно. Какой-то маленький китайц или японец. И там были пару монет. Одна у Андрея Викторовича, одна у меня, да. А ты знаешь, что такая монетка может стоить несколько миллионов рублей? Там было 100 йен. Йен, да, это японская монета. Еще Серега забрал себе кассету. Да, кассету Надежда Бабкина, по-моему, была. Блин, вы понимаете, что наша машина вот еще чуть-чуть и обретет уже финальный вид. Сегодня мы все подготовим и передадим уже в подшивочный цех. Этот салон обошелся на все про все 130 тысяч или больше? Больше. Мы купили дополнительно крепежи сидений заднего ряда, которые мы будем варивать в кузов. Еще зеркала у нас будут закрываться автоматически. Даже так? Да. В те годы шло пару комплектаций. 40 тысяч я отдал за это все. Мне отдали блоки родные, штатные. Мы только эту крышку перекрасим под цвет салона и все. Вы смотрите, какая проводка вся. Он сохранился в идеальном состоянии. Все работает. Здесь два стекла застекленных с антибликами, со всеми приблудами того времени. Реально, ведь никто на просторах Ютуба, СНГшного, по крайней мере, не делал такую четкую реставрацию. Никто из блогеров не делал. Мне кажется, я вот первый проходец, конечно, очень много шишаков я себе набила с этим всем. Очень много шишаков набил мой кошелек. Сейчас там небольшой перекати поле в нем. Но я так счастлива, вы не представляете, я просто дико кайфую с этого. Ты это все снял с трех тачек, потом мы это отправляем, получается, другому человеку, который будет все это ставить. Восстановить такие машины, это прям по кайфу. То есть ты реально сам этот салон поставил на машину? Вообще, да. У тебя же полно работы, у тебя, блин, вон, Крузак или что, Лексус 570 стоит. Там все просто. В-класс сейчас стоит. Серега переделывает салоны очень крутых проектов в БГТ. В-класс, Сев-7, Лексус 570, Тойота Крузак. Все это делать своими руками. Но сейчас Серега выказал такое прям максимальное желание поставить именно салон на нашу семерку. Почему? У меня за все время такого никогда не было. Восстановление легенды, это прям круто, мне кажется. Как боженька вдохнул в нее новую жизнь. Вот это наша задача. Серега, значит, будешь помогать собирать салон. Вот, прилип теперь, да? Пришло время рассказать про детали. Детали розыгрыша этого бумера. Так что там насчет девяти победителей? Маленькая предыстория. Сижу я вечерком в раздумьях. Блин, вот не хочется делать банальный розыгрыш, когда все по ГОСТу. Да, у каждого участника есть уникальный присвоенный код. Затем рандомайзером выбираем одного победителя, дарим тачку, ну и потом расходимся. Хочется какого-то движения такого, чтобы больше людей смогли не просто испытать удачу, купив кусочек кожи, а попробовать свои силы в игре, где у каждого будут равные шансы на победу. Ну спасибо, не за что. Итак, мы с командой сгенерировали новые правила. Генератором случайных чисел выбираем не одного, а девять победителей. Будет три этапа игры. По прошествию каждого этапа будет отсеиваться по три человека. Конечный раунд будет самым ответственным. Именно в нем три человека будут бороться за машину мечты любого пацана. BMW A38 в идеальном состоянии. Не, ну конечно, бороться это сильное заявление, никаких драк и передряг не будет. Все три игры максимально безопасные, а главное увлекательные. Повторюсь, у каждого из участников будут равные шансы на победу. И, кстати говоря, неважно из какого вы города. Всем девяти участникам оплатим билеты до Москвы и обратно, и еще жилье, если понадобится. Как по мне, так новые правила игры позволят честнее определить победителя. И самое важное, увеличит девятикратно шанс любого участника забрать эту машину. Ну, сказка же. Так что, ребят, ссылочка на участие внизу. Пока кусочек кожи E38 стоит 250 рублей, позднее будет стоить дороже. Так что заходите сейчас, не откладывайте на потом. Всех люблю, обнимаю и целую. Мы находимся в привычной локации. Как говорится, место встречи изменить нельзя. И вот у Жени, у самого уже появился каблук. И он на нем ездит. У него Q7, и он не может ее починить, потому что наша E38 до сих пор стоит в сервисе. И мы приехали сейчас посмотреть, как она выглядит после нашей последней встречи. А последняя встреча у меня с E38 была месяц назад. Как вы понимаете, за месяц должно было произойти очень много изменений. Я просто хочу видеть, насколько она сильно изменилась. Только зрители уже видели все эти изменения. Так мы их не взяли. Хорошо, что я это прокомментировал. Короче, тут фокус на том, что я сейчас буду опять эмоционировать и опять выдавать что-то офигенное по жаргонам. А что ты помнишь вообще последнее? Я последний раз помню, что она завелась. На этом все. Мне очень интересно. Сейчас она должна уже близиться к финалу. Осторожно, хрупкая. Она двигается. Она едет в эту нить. Она едет. Охренеть. Я просто сейчас, у меня столько эмоций, потому что она и едет. Она и красивая. Вы только гляньте на эти переливающиеся ее изгибы. В наших суровых реалиях дефицита всего от слова «всего» было сложно найти краску, идентичную конфигурации той самой Е38 из фильма. И да, я знаю, что в фильме снималась не одна, а 38-я. Мы же говорим о самой часто появляющейся на экранах. Но мы смогли. Мы нашли краску, причем оригинальную BMW-шную. Можно похлопать. А как она красиво бликует в солнечных лучах, не описать словами. Как будто все алмазы мира собрались на ее поверхности, чтобы поблестеть. Короче, вы видите это в бьюти-кадрах и обомлеете. Ничего себе, Господи! Я сейчас... Я просто не верю. Вы помните этого урода, который был, когда мы его купили? Мы купили гуся, а сейчас это лебедь. Она такая мягкая. Я даже боюсь ее трогать руками, потому что мне кажется, что мои подушечки пальцев ее царапают. Женя, просто иди сюда. Это просто вау. Я хочу ее трогать. Она такая мягкая. Я вот трогала сколько новых машин, но она как-то по-другому ощущается. Совершенно по-другому. И мне самое прикольное, что Коля все знает, ты все знаешь. Месяц меня не было, и я вот сейчас ее вижу в таком состоянии. У Жени появились уже двойные мешки под глазами, потому что он работает и по выходным в том числе. Ребят, это наука, это искусство. Мне кажется, это лучшая машина, которую делал Женя. И которую я видела. А сейчас будет небольшое отступление, которое я набросала, пока катилась в пробке. Исходя из этих кадров, можно понастрадамусить, что чисто гипотетически, теоретически машина будет сдана через неделю-две. Но так мы верили. И так нам говорили. На календаре в этот момент 11 марта. Машина выехала, готовая из цеха только 3 марта. Так вот замес. Что пошло не так, что машина оказалась у меня на руках только спустя почти 2 месяца? Смотрим дальше. Женя, расскажи про покраску, какие были сложные моменты. Делали мы ее специально с проявочной покраской. Вначале покрасили в один слой. Смотрели на предмет вмятин, правильно, харок и так далее. После этого вышкурили, соответственно, и заново покрасили. То есть в первый раз, когда ты приезжал и видел, когда мы загоняли в цех, это был предварительный покрас. Я доволен по качеству покраски. Сейчас в данный момент в камере красятся навесные детали. Это двери, крылья. Он мне прям гордость берет. Вот реально, меня распирает. Ну, надеюсь, кто будет смотреть, тому понравится. Тот, кто, блин, выиграет эту машину, он ее оценит по... Блин, я буду просто приезжать к этому подписчику, знаешь, навещать ее раз в год, если он ее продаст. Я его на фаркоп посажу, вот что я делаю. Это спортивное сидение. Шикарные звуки, да слышишь? Отлично. Смотри, тут уже подставка под мой телефон. Еще я пока побаиваюсь этих звуков немного. Не, сейчас она прогреется чуть-чуть, подожди. Так резко она как-то... Вот все, теперь стабилизировалась. Можешь погазовать. Я прям жду. Я очень жду. Короче, мне кажется, что это вообще самая лучшая инвестиция. Я беру все свои слова обратно. Все свои плохие слова, которые я выливала на эту машину. Еще на некоторых людей. Такое ощущение, что это лучшая инвестиция в хорошее настроение и в такую гордость за себя, что ты заработал деньги и вложил это вот сюда. Вдохнул жизнь в машину, которая могла пойти либо на металлолом, либо пойти еще кому-то, кто бы еще больше усосал. А ты, получается, просто переродил. Как будто ты дерево посадил, которое будет еще расти тысячу лет. И вот за такие эмоциональные качели я, конечно, готова переплачивать. Да, в моменте, конечно, казалось, как будто непонятно, куда деньги текут и во что это вообще все выльется. Я же не работаю тут руками постоянно. Я не могу полностью быть уверенной, что все будет окей. То есть я просто пустил все на самотек. Пусть будет, как будет. Доверюсь Жене, доверюсь команде. Все будет хорошо. Ну и по итогу, не зря доверяла, как говорится, нет ничего невозможного, если ты в крайней степени. Ребят, что ни день, то новая проблема. И теперь у нас проблема с потолком. Че с потолком? Сначала мы думали, ну вообще все нормально с потолком, просто его перешьем. А почему вообще мы хотим его перешивать, если на нем, в принципе, натуральная алькантара? Объясняю. Тогда, в те времена, не было даже на топовых бэхах алькантары. Была либо серая, либо темно-серая, либо черная потолочная ткань. А мы же делаем машину в оригинал. И, соответственно, для того, чтобы соответствовать рекламенту, нужно было перешивать потолок, что мы сейчас и хотели делать. И сейчас, пока мы сделали ревизию этого потолка, обнаружили, что, видите, если мы срываем потолок вместе с этой вот подкладкой, вот эта папье-маше, которая там, вот эта стружка, она просто отслаивается. Если мы всю эту алькантару оторвем, то от потолка, от основы вообще ничего не останется. И это реальная проблема. Обычно, кстати, алькантара клеится на основу без вот этой подкладки. А тут они приклеились с подкладкой, не знаю, может быть, это какая-то белорусская система, суперсистема. Дмитрий, запиши на жесточайший контроль правительству для того, чтобы эта пленка была в течение года. Это перспективная технология. И еще, знаете, какая проблема сейчас выяснилась? Что потолок очень сложно найти, нормальный, непровисший. То есть машины очень старые, соответственно, под гравитацией они все провисают. И, возможно, наш потолок это один из лучших сохранившихся потолков, именно потому что вот здесь была такая прошита алькантара. Еще почему? Один резон, мы не можем его оставить в таком состоянии. Потому что алькантара здесь пошла пузырями. А мы, блин, делаем машину премиум-класса. В такой кондиции мы просто не можем ее оставить. Вот это реальная проблема. Я не хочу быть в пуле тех блогеров, которые просто машину покупают, обливают краской, максимум полируют и продают. Или там не продают, а разыгрывают. Я хочу, чтобы мы начали совершенно новую историю по реставрации и розыгрышу машин. Чтобы каждый наш участник, который получает эту машину, ему даже рука не поднялась у этого человека, взять и выложить объявление на дром, на автору с ее продажей. Потому что ему было бы просто больно ее отдавать. Потому что понимаешь, что такую реликвию надо оставить, она только вырастет в цене с годами. И это будет реально круто. Это будет вообще отдельный сегмент машин. Я надеюсь, что вы меня очень сильно в этом поддерживаете и, главное, понимаете. И понимаете, что мы делаем историю. А перешивать мы потолок будем в черную потолочную ткань, как это было в самой топовой комплектации бумера Е38 в то время. Я сейчас побуду в роли настоящего викинга, который взял жертву в заложнике и, короче, ее на пытки отправил. Сейчас будем сдирать кожу. Вот, просто посмотрите. И нет, это не водоросли какие-то. Это поролон, который сгнил со временем и просто вот так вот легко отдирается. Вы просто прикиньте. Это то, что было в тачке, вы прикиньте. А вот это, туда же какая-то, видите, плесень пошла. Блин, просто я как будто на хлеб в холодильнике смотрю спустя две недели, как оставила его там. Давайте еще другие попробуем. Берем, вот так вот, вот так вот делаем. Опа, пошло, смотрите, как. Просто это АСМР глазами. Такое ощущение, как будто это было пожарено на сковороде с каким-то рафинированным маслом. Давай отсюда еще попробуем. Мне кажется, вот отсюда прям должно хорошо, смачно пойти так вот так. Прошу раздеться. Просто идеально. Если я завтра слягу с температурой, это значит, что вы просто надышались какими-то водорослями. Блин, это просто ужасно. Вот такие дела. Поэтому все эти детали были поменены на новые и будут перешиваться. Раздеваем люк. А это уже контент 18+, я считаю. Вы просто представляете водителя ретро-машин. Вот вы ездите, а в вашем деталье скрывается вот это. И вы можете себе представить, чем вы дышите. Вот это все, это же все имеет свой как бы бактериальный фон. И вы вот этим вышите. Вкусно? Очень вкусно. И в связи с этим я хочу вам показать кое-что, что скрывается в Роузе 61-го года. Пойдемте со мной. Я с теми же грязными руками перемещаюсь к Роуз-Ройсу 61-го года. Это Роуз-Ройс Сильвер Клауд. Такой экспонат снимался в клипе у фараона, который называется «Дико, например». Это все дико, например. И чтобы вы не сомневались, что это Роуз-Ройс, попрошу вас переместиться взглядом вот сюда и увидеть огромную надпись, что это Роуз-Ройс. Но что интересно в этом экземпляре? Очень много людей, собственников таких Роуз-Ройсов, они обращаются к проблеме. Говорят, очень сильно воняет в машине. Настолько сильно, что мы не можем сидеть больше 15 минут внутри машины, потому что очень сильно пахнет аж рвотный рефлекс. Значит, в чем проблема? Почему здесь ужасно воняет? Здесь никто не умер, но здесь пахнет моим прадедушкой земля ему пухом. Все дело в шумоизоляционном материале. Раньше это было не синтетический материал, это все была органика, а именно овчина. И эта овчина со временем гнила и пахла. И там образовывались целые миры из микроэлементов, которые прованивали, и поэтому в машине нечем было дышать. А представьте, что не только вот здесь вот над колесными арками была овчина, так еще вот она здесь, под потолочной тканью. Она стелилась полностью в ноги, вплоть до моторного отсека стелилась. Именно поэтому в машине ужасно пахло. И вот сейчас, если мы посмотрим, я очень аккуратно возьму вот это. Вот какое ужасное-то, Ниня. Ты это видишь? Вот это все. Если что, это делается с согласованием владельца, поэтому все хорошо, не переживайте. Вот это все, это все ужасно воняет. Это все сгнившее нечто. И что сейчас надо сделать? Сейчас нужно эту машину полностью избавить от этого войлока, от этой овчины, и перестелить все в синтетические шумолизационные материалы. Вот такая вот работа. И, конечно, вы понимаете, масштаб работы. Это очень сложно. Это еще, я думаю, посложнее, чем просто перешить салон Е3-8. Знаете, реставрировать машину, которой 25 лет от роду, это дело неблагодарное. Эдакая шкатулка Пандора, которую как открыл, так пожалел, что открыл. Починил одно, пропорционально симметрично отвалилось другое. И самое жуткое и патагонное приводить в порядок проводку. Большое хитросплетение сосудов нашей дорогой Елены 38-го модельного ряда оставляло желать лучшего. Из-за образа жизни и внешних факторов сердечно-сосудистая система пришла в негодность и пришлось менять чуть ли не всю проводку. Женя с ней конкретно намусился. Там такой замес начался. Добила по тачке до продвинулись. Единственный момент, что все за что не дерись. Почему-то все приходится два раза разбирать, собирать, потому что немного неправильно начинает вести себя. И проблемы у этой электрики. Вначале все восстановили все хорошо. Теперь нам найти, где обрыв или коротыш. Непонятно, некоторые системы перестают работать, но в принципе все заработано. По факту, машина практически поднялась. Прямо салона, грубо говоря, там послезатор машина безветная. А так уже у нас собрано. Даже стоит новое запасное колесо. Багажник весь в идеале. Прямо все в родне. Все лампочки горят. Все функционирует. Ну, салон пока не на что смотреть. Диван как стоял, так и стоит. Машина запнена. В принципе, все закрывается. Мы пытались поставить люк. Покупка не уничалась успехом. Сейчас уже исправили. Надо будет на место поправить все. И, соответственно, после обеда все соберем. Работа шла днями и ночами без передыха. И такое слово, как выходные, просто пропало напрочь. Из лексикона Жени и Тимура. Ребят, я выгляжу очень по-летнему, потому что я готовлю машину уже к лету, как вы поняли. Сегодня очень знаменательный день. Наконец-таки доделали салон нашей Е38. И прямо сейчас мы с вами увидим, какая она красивая внутри стала. Пойдемся со мной. Ох, какая красота! Блин, это так круто. Мне кажется, что она даже поприятнее... Ну, не поприятнее алькантары, но она тянет на какую-то такую же приятность, да? По внешнему виду. Прямо сток, как он был в 98 году. Ты ждала его прямо с августа. Мы все это время постоянно искали все лучшее, лучшее, лучшее. В итоге мы нашли самое лучшее. Все это почистили и перетянули. Самый лучший материал тех годов, который вот что ни на есть. Это новый потолок, который ребята купили. Здесь даже заклепочки BMW. Ребят, вы только гляньте на эту милоту. Настоящий оригинал. А где вы нашли такой шикарный потолок? Это останется тайной. Вот наши... Мы взяли все наши запчасти для улучшения нашей ласточки. Пойдем вовнутрь покажу. Там уже готов наш потолок. Ты, конечно же, небо и земля. Почти муха не еблась. Что тут происходит? Объясняю. Мы решили сделать все наоборот. Зачем перешивать салон, париться с алькантарой, подыскивать кожу, рожу? Как ни до хаман, ни тюнгуй, стоком не станет. Вы же понимаете это. Поэтому было принято решение взять и под шумок забрать лучшие детали с лучших салонов, лучших бэх от наших друзей баварского гаража. Если что, это не реклама. Просто если бы не эти ребята, нашей Елены Васильевны не случилось бы. Идем дальше. Ты даже видишь, вот насколько здесь вот сравним, да? Какая вот здесь вот прослойка была и какая сейчас тут. Знаете, вот хочется попантоваться потолком. Все понтуются выхлопом, там, какими-то обвесами. А я буду понтоваться потолком, потому что это реально дороже денег у нас. Да, я еще полюбуюсь. Это что у нас, стойка, да, задняя? Да, задняя стойка. Это у нас светильничек должен быть. Да, 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 он есть. Обрати внимание просто даже на пенку. BMW это тех годов вообще, это родное все. О май гад. Она не высохла. У меня даже спонж для макияжа не настолько мягкий, я тебе так скажу. Я видел ту машину, с которой снимали это все. Или размер, между прочим, я слышала. Longo. А это у нас полка задняя. Да, задняя полка. Вы только посмотрите на эту стружку, она просто в идеале. Нигде, никакого гноя, сгниения, моментов каких-то вот, знаете. А это уже 95-й год, да? Да. Блин, так прикольно, что они пропечатывают все это. Так с трех машин, мы с трех машин собираем. Да, да, я поняла. Причем это все японский, японский автопром. Слушай, а что у нас по салончику? Все готово. Давай посмотрим. Мы сейчас сиденья посмотрим, да. Смотрим наш салон. Причем салон мы не перешивали. Мы сделали кое-что лучше, чтобы сохранить аутентичность тех годов. Пойдемте смотреть. Тут же какой-то салон от Гелико Брабус. Мы не перешивали их, мы не брали новую кожу, не заказывали ее, потому что мы хотели сохранить максимально все в родном, если это позволяло состояние каких-то материалов. И по состоянию кожи мы уже купили новый салон в Бэйфе, которая прошла 30 тысяч километров, в Японии приведенный. И как раз таки из нее мы взяли вот такой шикарнейший салон из настоящей буйволинной кожи, да. Такая кожа использовалась в самой жирной конфигурации BMW семерок нашей серии. Ее получается мы заново перетянули, то есть мы как бы ее перетянули, натянули, отпарили, отреставрировали. И поэтому она так прекрасно выглядит. Ну и как видите, здесь все кнопки управления, они просто в идеальном состоянии. Прям гордость. Я надеюсь, что вы все это чувствуете через экран. Вот камп, который мы заменили, он здесь был порванный, вообще оторванный. Мы его полностью заменили в шивели новый. А здесь добавили мы элемент мягкости, потому что было просажено. Чуть-чуть побольше, чем я сидел, малыш. И постоянно вот так вот, вот так вот, наверное, сидел, кайфовал. Сами сиденья мы взяли от самой жирнючей комплектации с кожей теленка. Кстати, с этой кожей сиденья не все так просто. С одной стороны, на них родная кожа напа. Сиденья взяты с автомобиля с пробегом всего 30 тысяч. И, блин, вот не хочется нарушать аутентическую нотку и перешивать это все. Такую кожу сейчас уже не производят, да и прибегать к еще одному убийству телят не хочется. Я думаю, мы отреставрируем их, то есть снимем кожу и конкретно все заломы скурпулиозным уберем и перетянем в корсет сиденья. Что думаете вы насчет такого варианта? Перешивать их полностью в такой же спек и новую кожу или оставить эту капсулу времени, отреставрировав ее? Мы поролона добавили и перетянули и отреставрировали. Гляньте вот на эти вот подушечки, подголовники, просто нереально. Я реально захотела, чтобы это все сохранилось и просто отреставрировалось по самым высокотехнологичным методикам и техникам. Я сейчас ее покажу вам для сравнения то, что было до этого. А, тут как раз, по-моему, кожа буйвола и она жесткая. Видите, она очень жесткая и кондовая. Это кожа теленка, я вспомнила. Да, она очень мягкая. Телящая кожа, да, она быстрее изнашивается, но, тем не менее, если за ней следить, то она будет жить долго. А это то, что было. Ну, вы видите, как бы небо и земля, да? У меня прям запал появился собрать этот конструктор прямо сейчас. Поэтому мы отправляемся к Жене, чтобы посмотреть, в каком состоянии сейчас наша Е38, потому что он должен был поставить уже двери, капот и полностью привести ее в порядок. Короче, этап до полировки сейчас. Так что отправляемся. Вы понимаете, какая это кропотливая работа? Все по мелким крупицам было собрано с разных машин. Где-то стойка, где-то подлокотник и торпеда. Как говорится, пазл собирается и в идеальную машину превращается. Мне кажется, Ангелина сейчас подофигеет. Это что, наша Беха? Это Беха? Вау! Просто вау! Женя, ты кудейсик настоящий. Просто нереально. Конечно, под освещением таким это плохо. Все передается. Все вот эти вот изгибы ее, красивые новые ЛКП. Но, если смотреть в целом, это просто... Блин, я не знаю, у меня все закончилось с токсихон. Ребят, пишите, пожалуйста, ваши мысли в комментариях. Помогите мне высказать, насколько это классно. Потому что это реально классно. Я прям чувствую, что мы сделали какое-то чудо. Нереальное чудо. И внутри все вычистили. Посмотри. Это ты постарался, да? Мистер Фропер? Отмыл. Нереально. Сделал все красиво. И фишки. И задний диван вы поставили, да, уже? Да. Вау. Я жду того часа, когда она будет колесить по Москве. Багажник посмотри. Ты в таком состоянии его еще не видела. О, вот это секс, конечно. Вау. Я просто поняла, сколько он был угашенным. Туда даже, знаете, вот это тот самый багажник, куда кидать запаску грязную. Было не жалко. Потому что вот его, в принципе, было не жалко. А тут прям... Ну и вот, от кем чистить, привести в порядок и будет замечательно. А здесь еще у нас аккумулятор, да? Да. Все покрашено. Все чистенько. Все, то есть, если даже самый отпетый эксперт придет и посмотрит наше Ле-38, они же все попадут по крыльям, по дверям, их и вот по этому месту судят, и они скажут Уф, кефтер мэр. То есть, это предфинальный вид? Это да, предфинальный вид, то есть, осталось дело за малым. Пойдем посмотрим под капотом, какая новая шумоизоляция. Раньше были лохмотья. Они еще приборку отмыли. Приборка тоже выглядит потрясно. И у меня для тебя хорошие новости. Просто протерли. Какая? Просто протерли, но хорошо. У нас есть в загашнике теперь новый руль от BMW, причем оригинальный. Место нашего Хаммана. Ура! Можно похлопать все вместе в комментариях. Посмотри, какая красота. Блин, ну красота. Теперь нашему моторчику будет очень хорошо в новой квартире. Еще не ставили, да? Нет, ничего, это все будет ставиться уже финально, да, когда будет машина полностью готова. Поставятся молдинги, ноздри, значки, все остальное, то есть как бы это весь Chrome все будет ставиться в конце, то есть когда машина будет уже готова на отдачу и перед выдачей, все это будет красиво. Че-то там напидориваешь? Диски же у нас вон восстановленные лежат. Я вижу, мне кажется, вообще 90% вида будут делать наши диски. Здесь на самом деле все последние элементы, которые ты увидишь в момент выдачи, это будет основной стайлинг автомобиля, то есть ты увидишь, как она преобразится вообще просто в другую машину. То есть то, что ты сейчас видишь, это такое пограничное состояние, которое ты уже рада, да, но ты еще не понимаешь, что будет. А когда ты приедешь... Знаешь, почему я радуюсь? Я радуюсь с предчувствием, что нам осталась буквально неделя и все будет. Ну да, все будет. Мы с Тимуром старались, он делали все, чтобы было прям четко. Тимур, красавчик. В его синяки под глазами можно картошку заворачивать. На самом деле, если вы заметили, то каким-то чудесным образом сюда телепортировался салон от нашей E38. Вот мы помните, снимали его буквально минут пять назад в БГТ, вот он сюда телепортировался максимально быстро. И поставили, там осталось только салон. С музыкой решить? Салон, решить вопрос с музыкой. Отполировать ее, соответственно, дособрать низ. Поставить передний бампер, фонари, фары. Да, у вас совершенно верно, фонари, фары. И потом лепить. Защиты по низу, подкрылки и все. Молдинги. Отполировать и молдинги поставить. А, во, кстати, значок поставишь на капот. Вот сюда, вот сюда. Здесь как раз, я значки же купил сюда настоящие, оригинальные, не Китая. Так, а что внутри еще у нас интересного? Задний диван с регулировкой, который. Так, еще присаживаемся. Опа. Не, ну здесь пространства достаточно. Могу ноги вытянуть, смотрите. Просто вот. Можно такую комплектацию ставить? Можно, конечно. Знаешь, вот я верю в текучку энергии, как она перетекает. Ну, конечно, она же перетекает. Взаимообмен энергии. И мне кажется, что человек, который выиграет эту машину, он будет прям сидеть в ней и подпитываться. Это будет как батарейка беспроводная на него. Точно. Осталось 7 дней, отсчет пошел. Обожаю начинать эпизоды с проблем. Как всегда, куда без них. Короче, пленкой мы обтягивали детали в салоне. И эта пленка вздулась. И, конечно, так мы не можем машину отпускать, поэтому было принято решение, что мы будем покрывать эти детали аквапринтом. Прямо сейчас я покажу, как это все делается. И даже я своими руками сейчас буду делать этот аквапринт. Мне очень интересно. Вам тоже. Поэтому погнали. Сейчас Саша объяснит, как он делает эту технику, чтобы даже у меня получилось. Мы сначала берем деталь, с которого у нас красили. Присмотрим размер. Плёнка должна быть чуть длиннее, чем деталь. Далее берем канцелярский нож и отрезаем. Кладываем пленку на воду. Наша задача – выложить пленку на воду так, чтобы у нас не было воздушных пузырей. Иначе при печати этот воздушный пузырь окажется на детали. Это очень похоже на технику нанесения на пасхальное яичко. Знаете, рисунок, когда ты кладешь пасхальное яичко в кастрюлю, где уже плавлен какой-то рисунок. Тоже вода теплая, чтобы рисунок снялся с пленки. И потом яйцо достаешь, и оно получается у нас такой красивый, интересен. Так что сейчас будем красить наши вот пасхальные яички фактически. А сейчас будет крайний этап. Мы покрывать будем все это дело глянцевым лаком. Я готова. Вот у нас получился глянец. Детали отправляем в сушку. Она высохнет. Саринки подточим, отполируем. Будет зеркальная поверхность. Друзья, сегодня великий день. Я проснулась мега-крутым настроением. И хоть меня остановили на моем зеленом гелике. А какого цвета он, мужики? Вот я не понимаю. Зеленый, зеленый. Но мое настроение великое и чудесное, никто не может испортить сегодня. Потому что Женя мне написал, Ангелин, Е38 готова, ее можно забирать. Блин, это офигенно. 9 месяцев мы этого ждали. Сколько там хрен знает недель. И это событие, ради которого мы ездили в Минск, ради которого я тратила неимоверное количество денег, сжение своих нервов. Короче, улыбаемся Маше. И еще у меня для вас тоже новость. Я пригласила подписчиков на это вручение, чтобы разделить с ними этот счастливый момент. Ребята, привет. Опа. Привет, привет. А еще у нас приглашен оркестр. Что за Бенгер? Спасибо большое. И на этом моменте, я думаю, что можно открывать вот эти врата. А за ними скрывается Е38. Пока машину готовят, я пообщаюсь с подписчиками. Вы смотрели, как я понимаю, серию с Е38, кто-то больше, кто-то меньше, но все в курсе того, что сейчас будет происходить. Вы помните, в каком у нас состоянии было? Да-да, прям ты клопатим, и она ржавая была, дырявая вся, а ты прям отрывалку. А ты как девушка смотришь вот автомобильный контент, да? Обожаю, да-да-да, конечно. Серьезно? А у тебя тачка есть? Тачка была 4 дня назад. А ты потом ее продала? Да-да. Я очень плакала 4 дня. Потому что я привязана к тачке, как к человеку привязана. Ты же, мои хорошие. Как я понимаю тебя? Вообще, какие ожидания? Вот типа она будет в идеал, как в бумере там, или она будет сделана 50-50? Я думаю, не победят, а в идеале будет. А кто-то из вас участвует в розыгрыше? Кто-то покупал билеты? Пока еще нет, никто? Пока еще нет. Окей, это наоборот хорошо, потому что мне интересно, как ребята отреагируют, когда они увидят эту машину и захотят ли они поучаствовать в розыгрыше или нет. Это прям интересный момент. Так, ну че, я переживаю. Вы переживаете? Да-да-да. Просто давайте вот так пальцы назад, чтобы все было точно хорошо. Знаете, вот я поняла, что счастье – это единственное явление, которое, если разделяешь с кем-то, оно только приумножается. Вот вдумайтесь в эту фразу. Поэтому я специально позвала ребят сюда. Ой, так, ну че, Женя открывает? Так, окей, три. У меня был картин, забыла бросать с собой. Охренеть просто, Женя, просто охренеть. Ты хоть и посидел за это время, пока ее делал, но это, блин, это настолько крутая работа, я даже не верю. Я не хочу до нее доказаться. Это последнее, что надо сделать. Это значок BMW, который Женя оставил специально для меня, чтобы я смогла защелкнуть, тем самым завершив работу над этой машиной. Вау-ву-у-у! Блин, это просто нереальный момент. Блин, надо еще на зад посмотреть. Вообще зад решает сюда, да. Зад хорош. Детравлический? Да? Ага, подожди-ка, что я милю ещё не видел, открой запаску. Охренеть! Вы даже нашли запаску нормальную, да? Просто. Я, блин, как Тони Старк, который видит свой новый костюм сейчас. Я просто прекрасен. Да, я просто тебя обниму. Просто лучший человек. Так, не будем растягивать, надо ее завести. Вы в 12 ее слышали? Нет. Вот, сейчас будет хорошо ее все услышать. Даже экран там загорелся. Я последний раз в этой машине сидела в сентябре 2022 года. Когда я в ней сидела, она чуть меня не убила, потому что мы ехали вскоре из Минска в Москву. И, как вы помните, дорога была просто адовая, а света вообще было нифига. Ключ от ласточки. Ну что, я завожу. Запускаю, точнее. Так, прогреваем. Так, ну что, я первый раз трогаюсь на нашей малышке. О, господи. Сейчас будут первые шаги. О, май гот. Это вообще круто в идеале, да? Кайф жилье вообще. Вообще, огонь вообще внешне очень супер. Прям вообще. И рычит тоже четко. Просто кайф, серьезно. Я сейчас возьму двух человек на заднее сиденье, чтобы прокатиться, и чтобы они почувствовали вкус 90-х. Ребята, готовы к запуску? да очень бархатная все кости бархатные добрым бархатная тяга очень комфортно как в корабле так разгон 0-100 да 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 не хуже чем на белоснежке все давайте спасибо что приехали это было офигенно надеюсь что вы делились со мной эти эмоции вы наверное ждали какой-то бьюти съемки чтобы я показала вам машину макро объективе но такого пока не будет чтобы придержать немножечко интрижечки и оставить это на шестую серию а мне кажется это хорошее завершение нашей пятой серии серии когда я получила эту машину я ее увидела вживую почти идеальном состоянии говорю почти потому что я не исключаю того факта что какие-то еще нарекания есть я сама еще ее полностью не осматривала досконально с лупой знаете поэтому ставьте лайк подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик вам легко мне приятно и всем хорошо пока пока